Всем привет! А я сегодня свой влог начинаю в темноте, потому что очень-очень захотелось снять и показать вам какие у нас есть украшения и пройтись по магазинам. Здесь уже больше немножечко видно, поэтому захотелось вас взять с собой. Приехали мы вот в этот нам уже полюбившийся магазинчик, гусь-бузь, который недавно открылся и хотим посмотреть подарок на 19-е, да, с 18-е на 19-е, просто я придерживаюсь этой традиции, под подушечку кладу подарочек, вот, и сейчас пойдем посмотрим. Мне здесь нравится елочка, очень красивая, такая вкусная, аппетитная. Ну и в общем здесь много-много игрушек, мы уже часто здесь с моими подписчицами встречались и на открытии, и на второй день после открытия. Вот здесь тоже красивая зона такая, и вот здесь есть еще одна елочка. Сейчас людей практически нет. Кто это, Милеш? Хайпуни. Хайпуни. Хайпуни, ага, хайпуни. В общем-то очень красивый, очень интересный магазин, наверное, один из лучших у нас в Кишиневе, действительно. есть на что посмотреть, и есть интересные бренды, тех, которых не было. Ой, где Эми? Эми, хочешь стукать домик за этим? Да? Да. Эмилюшечка уже на кухне, здесь тоже красивые елочки очень. Такие наборчики, кухни, домики. И номер один вот так вот и красок. О, праздник здесь, игрушечки. Хочу я какие-то новые игрушки, но пока что не вижу того, что мне хочется. Эмилюшик? Эмилюш, ну что ты делаешь? Снова набрали мы целую корзину всего, что надо, и здесь еще нету даже местного. Мы сходили за покупками, купили то, что надо было, и хотела сказать, что значит не болят у ребенка, когда зубки, да, когда они режутся. Мы были несколько дней назад на фотосессии, наверное, вставлю кусочек сюда, сейчас. Ну вот, четыре раз. Вот это была первая фотосессия, когда она зашла и как-то фотограф сразу ей, ну не знаю, не то, что не понравился, но вот она просто зашла и только под взгляд уже поняла, что что-то не то будет. И действительно так было практически всю фотосессию. Не знаю, если там что-то получилось, надеюсь, что хоть что-то есть из тех фотографий. Да, я как-то была так напряжена. Что ты делаешь, Эмин? До этого абсолютно все фотосессии, она улыбалась. Я даже просматривала прошлогоднюю, новогоднюю фотосессию. Почти на каждой фотографии она улыбалась просто настолько вот. И каждая фотосессия проходила настолько легко, настолько быстро, приятно. А здесь прям все мы такие, ну знаете, когда плачет, да, ну мы, я уже оставила, говорю, пусть она делает то, что хочет. И она сама остановилась там, что-то позировала, что-то делала. Вот в итоге она и поулыбалась, да, там были моменты, да. Но вот как-то не так, как предыдущие. Режутся зубки, вот у нее прорезался буквально последний клык остался. Да, теперь у нас все четыре. А мы пришли посмотреть здесь, какая елочка есть. Я себе взяла здесь попробовать суши. Филадельфия, как обычно. Сейчас съем и расскажу вам, вкусно или нет. Ну вот, я практически доела. Очень вкусно, очень мягенько, очень нежно. Понравилось. Дальше мы приехали в мол посмотреть. Очень понравилось оформление. Мне кажется, самое красивое из тех, которые были когда-либо. С нами вот такое печенье, которое я не советую. Оно безумно сладкое. Даже мне оно не понравилось. Эмилия тоже его есть не хочет. Но я взяла так хотя бы, если очень захочется есть, то вот. Хотя она поела только что уже. Вот. К сожалению, не удалось заснять там декор, потому что Эмилия смотрела мультики. У нас так в машине, я не знаю. Вот дома мультики вообще не смотрят. Но она и здесь мультики не смотрит, она музыку слушает. Ставит клипы разные себе и смотрит. Открылся какой-то новый огромный магазин с лобами. Здесь ее столько много. Первый раз мы здесь. Вот я. Я так сегодня где-то нашла вот этот свитер. Так он мне нравится. Смотрите с этими джинсами. Очень классно. Нравится мне в номере один. Есть периодически такие акции, когда покупаешь на определенную сумму и потом тебе дают стикеры. По этим стикерам можешь купить вот такие замечательные вещи, но с хорошей скидкой. Вот на этот раз выбрала небольшую, тоже давно хотела уже. И мне понравилось, что она и закрывается. То есть у меня есть большие такие, а вот именно такого маленького формата нет. Взяла я 5 сантиметров вот эти для кексиков, да, для маффинов. Белый захотелось. Такой красивый бело-молочный кремовый какой-то оттенок. Очень аппетитно насмотрелась и взяла, потому что закончились мои. Батарейки на машинке у Эмилии разряжаются очень быстро, если берешь какие-то дешевые. Взяли вот эти самые дорогие, которые из неперезаряжаемых сказали, что эти первые в мире, как бы они дольше всех держат. Ну, посмотрим, сколько выдержат на нашей машинке. И самая неожиданная, наверное, для меня покупка, потому что зашли мы случайно в Бомбу, да, в магазин, где бытовая техника всякая. И я увидела, что скидка тоже есть на вот этот миксер. В принципе, я хотела стационарный, да, который сразу ставишь на мисочку. Но тот, который я хочу, он стоит дорого, который прям хороший-хороший. Вот, поэтому я решила, что пока что возьму этот. Вроде бы я не так часто, да, что-то готовлю, чтобы такой дорогой покупать, да. И это не говоря уже о планетарном, потому что тот, который планетарный, он у нас под 6-7 тысяч стоит. То есть, ну, очень дорого. Вот, но решила пока что это попробовать. Но сегодня и завтра уже что-то приготовлю. Здесь две насадки, 300 скорость. Они по цене отличались, то есть, там, 200-300, мощность, не скорость. 375, там, 400, по-моему, но я выбрала вот такую, 300. Вот такой он очень простой. Здесь скорость. И, что здесь, две насадки, да, то есть, вот такая пара для теста и вот такая для кремов и так далее. Прямо ничего не купили из игрушек. Сегодня приехали уже в другой торговый центр, там, где мы постоянно их покупаем. Надеемся, что сегодня что-то найдем подарочек. Переехали в метро. Это вот традиция. Перед Новым годом посмотреть, что это за украшения. Так стараться. Вот, покажу здесь, что есть, потому что мне само было интересно и не буду посмотреть, что это продается в Новом годе. Вот в таком же стиле тоже красивая подборка. Посмотрите, какая красивая подборка цветов. Красненькая. Я хотела в другом цвете в этом году сделать елку, но таких у нас с того еще не было на елке, поэтому все-таки на них остановлюсь. А вот игрушки в метро дороже, так что имейте в виду, прям все просмотрела дороже. Вот на какие-то есть акции, но нам эти игрушки неинтересны. Мы выбрали вот такую звезду и вот этот нам было очень красиво. Стала я здесь возле елочки, хотела вам рассказать такую историю. Стоим мы в метро, здесь огромные очереди, но у нас там только игрушки. Ну, в общем, 7 позиций всего, да. И стоит, перед нами стоит, ну, какой-то другой национальности человек, да, видно, что не из них дом, да. И с семьей тоже ребенок, но ребенок постарше, девочки лет 12, наверное, 10-12 лет. И говорит, проходите, проходите перед нами, проходите перед всеми, вы с ребенком. Знаете, было приятно, да. И дальше стоят уже, ну, как следующими, да, стоят из Молдовы. Вот, я говорю, может, вы нас пропустите, у нас здесь пару позиций. Вот, девушка с парнем молодые, видно, что у них еще нет детей, да. Ну, видите, у нас тоже, мама. Я говорю, ну, ладно. Так вот, к чему я это рассказываю. Вы знаете, я никогда не прошу, чтобы меня пропускали впереди, потому что я с ребенком или что-то... Ну, пропускают, конечно, очень приятно. Не пропускают, не проблема, ну, ничего страшного. Люди тоже очень спешат. Ну, вот просто, когда такие ситуации получаются, то есть, те люди, которые намного старше вот этой пары, которая была перед нами, да, и они мне говорят, у нас тоже мало. Знаете, просто, я говорю, ну, мало-мало, ну, все, как бы без... А у нас появилась новая собачка. Смотрите, какая прелесть. Вот, и мне ее уже в колясочку поставила. Смотрите, это умная собачка-робот, которая умеет лаять, сидеть, гулять, в общем, выполняет очень много команд. Мне кажется, такая собачка, это замечательная альтернатива для родителей, которые не хотят брать на себя ответственность за настоящую собачку, да, с ней гулять, там, ухаживать, кормить и так далее. Вот, но вот эта собачка, она как бы, ну, на первое время, мне кажется, все-таки заменит для ребенка собачку, потому что она здесь, смотрите, сколько вот команд, крутить, гулять, сидеть. И знаете, здесь написано вообще 5 лет, то, что эта игрушка сейчас найду где-то здесь была, вот это написано. Но, что хорошо в нашем возрасте, Миле сейчас год и 5 месяцев, то, что она учит новые слова. Мы постоянно вот это вот повторяем, да, давай играть, сидеть, гулять, бежать, крутить, и Эмми повторяет эти слова за нами, то есть она учит глаголы. Это тоже, мне кажется, замечательно просто. Это вот спустя какое-то время, как у нас была вот эта собачка, я заметила такой огромный-огромный плюс. Также она подходит, ее гладит. Ну, давайте я вам вот покажу, ее здесь включаешь, у нее горят вот такие глаза зелененькие. Ну, здесь надо читать обязательно инструкцию, надо посмотреть видео, я ссылки все оставлю. Вот, и, значит, у нее есть вот такая косточка, на которой мы программируем команды. Можно программировать эти команды на абсолютно любом языке. У нее есть 3 стандартные команды. Вот, смотрите, какая прелесть. Очень она мне нравится, она такая маленькая, компактная, она даже ее сейчас без труда берет на ручки. Вот, ну, вы видели сами, как она ее катает и в колясочке. Вот, и здесь 12 команд, которые вы можете либо на своем языке записать, либо здесь, ну, она понимает на английском и на русском. Вот такая замечательная собачка, 4 батарейки, которые не входят в комплект, вы должны их покупать. И сразу скажу, что такие дешевые батарейки сюда не пройдет вариант, потому что она недолго прослужит. Да, лучше уже взять какие-то хорошие, качественные батарейки, и тогда надолго их хватает. Также я забыла вам сказать, что есть еще мобильное приложение, которое также и называется. Я скачала его в App Store, можно в Google Play его скачать. И оно показывает состояние собачки на данный момент, да, что она там хочет, какие команды она умеет выполнять. Там есть три стандартных, как я сказала, команды, и дальше вы ее уже учите. Так что вот такой, я надеюсь, интересный подарочек на Новый год. Вот я вам подсказала, что можно подарить своим деткам, потому что до этого я не знала о существовании такой собачки-робота. И, конечно, Эмилия была очень рада, когда мы ее получили. Она постоянно сейчас с ней играет. Несмотря на то, что здесь написано 5 с плюсом, но она даже ей умеет уже говорить сидеть, иди и так далее. Это такие вот самые простые команды, которые эта собачка понимает. Субтитры создавал DimaTorzok